Всем привет, друзья, меня зовут Данил, как просто Гавр, и давайте-ка мы с вами поиграем в The Elder Scrolls V Skyrim. В общем, цель этого видео я хочу записать, помните, да, вот это вот поместье Озерное. Дело в том, что у меня установлен мод, может кто-то слышал, поместье Озерное, озерное таким, которое оно должно быть. Вот, и в этом, так скажем, как бы обзоре моды, ну и заодно постройки дома, мы с вами построим это самое поместье. Вот, если что, там будет немножко подлагивать, не обращайте внимания, у меня 300 с чем-то модов пока что. Ну, суть, я не стал записывать вам того, что типа, там, типа, как получить этот дом, наверное, все уже знают, не первый раз играли. В плане то, что там убить, не убить, и станешь там, как бы, типа, таном, не таном, и пред таном, и получишь, и купить дом нельзя, только его построить можно. В общем, давайте, вот мы прибыли на место наше, вот сюда, так скажем, и давайте-ка у нас по заданию, типа, использовать, получается, посетить свое землевое владение. Ну, получается, используем чертежный стол, нам теперь посетить свое землевое владение в Фолкрит, ну, это пипец, конечно, тяжело ему. Так, нам надо сделать, короче, план дома, купить лес для строительства, использовать чертеж, чертежный стол. Так, мы с вами строим, план делаем, и теперь у нас все появилось, типа, основания. Теперь нам надо использовать верстак, чтобы построить фундамент. Так, и получается, что у нас, получается, верстак, это у нас вот это. Так, мы делаем фундамент, фундамент, там 10 карьерных камней, получается, у нас все есть в сундучке, карьерный камень 10 штук. Так, ну, я думаю, нам надо добыть побольше, получается, глина, глина, наверное, тоже возьмем десятку. Так, фундамент, шипок, гвозди не хватает, говорю, я гвозди беру, так, да я буду, так, гвозди, гвозди, гвозди. Зашибись, кстати, навык так подумать. Так, кузнечное дело подняли. Да, стены, да, стропила, крыша, полы, 4 карьерных камня. Я, кстати, раньше, когда первый раз смотрел это дополнение в Хертфаре, бляд, иначе представлял постройку дома. А тут так все четко, быстро. Так, дверь, дверь, нам замки и петли. Фурнитура, замок, две петли. Так, чтобы замок сделать, коронку нужен нам. Так, петля. Так, где у нас железная фурнитура? Так. Так, вот это мы ничего сейчас не строим. Кстати, в чем особенность этого мода? То, что я скачал, ну, как сфоткал инструкцию на странице моды. Если что, мод скачен, все, наверное, знают с сайта Gamer Mods. Все, как бы, знают этот сайт, это популярный сайт. И все делается именно по инструкции. Не делается этот мод по ванильной системе. Иначе ничего, если работать не будет, он не будет преобразовываться. То есть, смотрите, вот я уже построил малый дом. У нас другой, как бы, на вид. Вообще. Другое все. Мы все делаем по инструкции. То есть, вот мы, смотри, сейчас в дом заходим. Грубо говоря. Если что, я, может, вот эти вот экранные загрузки буду вырезать. Ну, чтоб, типа, вас не задержите, ничего. Да, я и Skyrim очень тяжело играть, потому что тут модов до хрена. На всякие движные модули, на движки, там, на анимацию, на хрен, я, наверное, думал, там, по физике, короче. Я думаю, все, видите, прекрасно. Ему, как бы, тяжело это уже робить. Ну, на запись, наверное, тем более. Охереть, как ему. У меня, большинство плагинов у меня YSL. Если кому интересно, я тоже могу видосы сделать, как преобразовать плагин YSL. То есть, вот, видите, наш дом вот такой, он уже готовый внутри. То есть, вот, наш дом, он уже внутри готовый. Вот, все четко там, верю, все, грубо говоря, используйте. Все вообще, все четко. Вы сидите, вообще все. Кстати, да, у меня такой модик есть. До хрена модов всяких преобразованных. Просто немножко изменено. Вы ничего внутри делать не будете. У вас все уже готово. Все, дом, это вы прорубаете окно, и, вы говоря, проходик, все, у вас больше ничего нет. Все, у вас весь дом готовый. Следующее по инструкции нам надо делать, вот, мы построили дом, теперь надо делать восточное крыло кухни. Но для начала, получается, для начала у нас денег, получается, 85 кусков. Нам надо закупиться побольше железа, побольше стройматериалов. А, получается, стройматериалов мы можем закупиться либо у лода в лесопилке, ну, в любой лесопилке. Я обычно покупаю у лода, загоняю туда и иду, короче, к нему. Получается, ну, игра нам, короче, будет говорить, купить лес, это полулунная лесопилка. Ну, и пошлите туда, какая, в принципе, разница. Кстати, всякие лорные загрузки у меня тоже сделаны и, ну, скачаны. И все эти, вот эти все, как бы, есть некоторые лорные записи. Вот эти вот, мифал, там мифал всякие, там левые. Это вот ванильная запись, а есть всякие модовые, лорные записи, так скажем. Это я тоже все вручную переводил сам. Никто, ну, как бы. Ну, я тоже могу локализировать моды, любой мод, как почти любой мод. В принципе, я могу, ну, просто перевести его. У меня есть специальная программа, она везде, там, всякие, всем, любым игрокам, фанатам, поклонникам Skyrim, она доступна. Вы можете сами так же гуглом переводить, просто вставляйте строчки и все. Ничего для этого не будет. Здорово, стражник. Говорят, стража рассвета возрождается. Да? Это охотник. Да вообще всем похуй. Я пока стражу рассвет не вступил. Мне и так тяжело. Игре тяжело, очень сильно, я не знаю. Здорово. Пес. Силы небесные, у нас гости. Да ладно. Немножечко, нет, неувязочка вышла, у тебя рожа черная. Мне надо твою подругу найти. Где твоя подруга? Может попробовать немножко DLS поиграться? Так. Да, кстати, это я тоже все скачал. Может попробовать? Та поставить. Мне кажется, это... Мне вроде было это открыто. Допустим, два поставлю. Не пофигу на них, короче. Так, пойдем. Кстати, сборку я тоже сам делал вот это. Ну, я и не разрабатывал, я просто моды подбирал. И все сам делал. Кого интересуют доспехи на моем персонаже? Это называется доспехи леди. Ну, кто играл в 8-й резидент, узнали, наверное. Можно там их, короче, получить либо через меню кастомное. Это... Отойти в меню. Либо через это сковать можно доспехи. Порвает. Страшные лица. Моды на вампиров были установлены. Там что-то похерилось. Ну, не похерилось, я не пронесла. Я хочу купить лес. Я хочу купить лес. Да, у меня голос, кстати, есть. Строительством занимаешься? Мы можем доставить это куда пожелаешь. Не все озвучено, кстати. Я хочу купить лес. Строительством занимаешься? Мы можем доставить это куда пожелаешь. Уже отгружаю. Так, получается, надо где-то сотку, наверное, взять. Строительством занимаешься? Можешь немного. Мы можем доставить это куда пожелаешь. Уже отгружаю. я хочу купить строительством занимаешься мы можем доставить это куда пожелаешь уже отгружаю я получаю скукуму 40 60 строительством занимаем 80 ну что там ну я прям дофига покупал бронш потом и кстати на другие участки тоже переносится брон строительством занимаюсь мы можем доставить это куда пожелаешь уже отгружаю я хочу купить лес строительством занимаешься мы можем доставить это куда пожелаешь уже отгружаю все идите в жопу так ждем дня ненавижу по тьмах бродить все-таки я не вампир чтоб бродить в по тьмах так ждем утро часов до семи до восьми обычно всем писем блин дождя дождался я как делаю сразу сохраняюсь в принципе можно удавлять а мы и стать новую ячейку делать пошли в ревер руд да мне много сторонних короче меня этих крестов внимание не обращайте у меня есть мод фото мод называется он сохранять всякие ваши картинки которые вы картинки делайте в этим модом он сюда вбивает загрузку тоже нормальный тема так что как-то вот так и живем я не знаю сериями буду несколькими я писать или как как бы фиг знает тоже за одну серию не знаю сможем у дом построить не я думаю что сможем сколько может не больше часа уйдет ну как бы сейчас просто запастись материалами и все блин дождик не хочу дождик здорово брат в чем дело вот это же он перевел перевести будет но она не такой критичный так не нужен как раз таки ауэр это письмо убедит камилу никогда больше не живи жизнь так чтобы было что рассказать ладно давай шагай шагом марш брат могу кстати всякие обзорчики дома могу всякие эти скачать домов сделать всякие обзорчики типа дома мертвых мертвых дома тёп дом теплых ветров всякие модовые повести нужно что-то простое и надежно при помощи размером я бы не дохрена тут всяких модовых модового контента даже грубо говоря взрослого контакта на это время давай почему новый клинок продавай свое железо долбанный шаг он наконец-то ой на встречу мод сработал сорян тролл ее хлопнули не по тому месту куда нам ну как бы не удержался вот что тебе нужно а все эти всякие могли до переводить надо да блин урод tower козел давай расплачивайся моя героиня хлопнула я могу выковать молот который раз куле продавать сука не хочешь погляди так давай все слитки забирать так и продать можно но кстати это это не ушло железо много этого много а знаешь че еще взять на одну всякий наверное нам еще на всякий могу это у клоуна лукана у лук короче возьмем камилу не пугай не пугай где твой скелет или ты тоже пара отсутствующих модов и с тобой здесь никак не на одну критично сейчас тему построить хабрик ушки дай мне знаешь че мне надо чуть-чуть уже железную руда курику и шкура соломки на всякий возьмем солом и на всякий возьмем стекла наверно ну штук 5 все пойдем да у меня кстати скачано еще моды на всякие альтернативные уйди дай встану такого в продаже имеет смысл из-за чего прессе тоже это я сам создавал прессе героини прически все сам подбирал украшение тоже подбирал там уже на свой вкус я кстати давно готовлю видос хочу приготовить выпустить ну создать как создать красивую персонажу типа опираюсь ночью не так стало не так стал вот так как создать красивую персонажа как вам нравится героиня я душу нормально не каждый скорее не весь плохая героиня можно еще так поделать говоря так что мы я как раз вот по этому персонажу хочу создать ну и сделать видос как создать красивый персонаж я там все хочу более подробно описать только не только не на этом наряде а на другом наряде там что-то называется бдор бдор как-то там бдор называется от модера мододела нормально тоже такая одежка типа платье там всякое тоже с физикой я думаю многое многое подробно нравится такой такой персонаж скачать его можно у меня на геймер моция на залит не только кстати он давай не лагая хочу чтоб кончился этот дуалик и тяжело играть с такими глюками просто люто не зачем почему он не тянет пипец конечно я скорее никогда с модами записывать записывал но тут наверно кадров 5 да подождем о но уже не кончился игра разосралась так на всякий сохранимся вот это получается я вот эти вот промежуточные удаляющего у меня в сейф не нависал я фиг за зависит не зависит короче мы остановились восточное крыло кухню строим чертеж готовим восточный круг а стой построить дом выберите восточное крыло но узнать сейчас начал мастеру строим главный зал это второе мы строим главный зал боюсь что нам чаще придется камушек забывать главный зал дверь блин надо было нам это корунтовый слиточек зафигарить замок надо сейчас делаем замок два замка сделаем может сразу корун да и три замка сделаем корунт сразу бухом что у нас у нас же еще корону здесь есть да у нас здесь один слиток есть все таки надо камни подобывать с глиной так главный зал дверь чипок так главный фундамент 30 карьерных уже наверно не хватит получается карьерных 16 надо нафиг нам подготавливать иначе пойдем рыть карьер каменный давай взяли камушки вам нужна кирка вот она роем да графика меня тоже радует прикольно ничего бы нет да прикинь тогда женщина фигарит строит весь дом да только в скайриме так можно это истинная нордка скайрима закаленная которая фигарит дом убивает драконов растит детей в дополнение даунгард блин ой хардфарь строит дом в дополнение хардфарь если что вот этот вот эта анимация походки называется анимация оружейник или оружейница если что кому интересно анимация так так главный зал фундамент пол так стены второго уровня 8 глины 16 глин надо да ну минус 6 плюс 6 12 12 так глина значит получается 10 штук 8 плюс 6 8 плюс 8 16 2 1 так пылесадник точенный камень крыша 20 чего а у нас 20 гвоздей так 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 все сейчас вам покажу грубо говоря вторую часть покажу как выглядит а вот теперь то нам надо строить восточное крыло кухни по сути вот и уже пойдет от главного зала все совместимое рая который если мы являемся там наш хус Карл и рая она тоже будет здесь тусить по-моему тоже сюда можно поселить детей если я не ошибаюсь но на другом севе у меня это дети и живут в доме теплых ветров вот короче вот будет грубо где тот второй этаж вот наш вот второй этаж у нас вот такой вот ну блин согласитесь это реально офигенное поместье реально которое лорное нормальное поместье никаких левых модов туда дальше туда дальше продвинется у нас этот есть у нас книги камни всякие все что вам нужно все сюда вон там место хранения допустим полный камни душ нам надо скинуть у нас есть полный нет полных там например пустые камни душ надо закинуть пустые вот большой закидываем потом что вот обычное закинем и так вот все закинем закрыл там надо книжку закинуть здесь можно погоди я книги закидывал да вот здесь закидывал книги книжный полк да я могу сюда поместить 18 штук так не надо набрать не надо не на милой погоди нет это на дневник это мои там заморочки это из мода так хоп дневник записка изготовление легких искусство тоже мод ярла песня каталог cities изучим тоже модовая грубо хоп взяли положили пошли это сейфик там короче ну блин дофига вообще все всякой шняги вот сейчас мы будем делать восточное крыло кухни получается нас будет туда уходить сейчас делаем восточное крыло кухни здесь все у нас есть святилище акатоши хоп ну это же с модами там божества типа выбирайте всякие тоже моды все это модовые типы вы намаливаете и моды у вас у вас поднимается типа опыт этот процент доверия этого типа божеству которого вы поклоняетесь все тоже у лорна так руду не знаю ставить нет оставим оставим кожу оставим наверное тоже не знаю ткань отмычка петля полоски рубин сапфир солому закинем стекло закинем чуть освободимся так скажем место наше пойдем гулять дальше теперь мы строим восточное крыло кухня сейчас построим надо будет корунта побольше взять так у нас уже 6 вечера давайте подождем до утра если что я играю с этим блин опять дождик иди в жопу сейчас намочит мою юбку дождик забирает ресурсами мои ресурсы skyrim отвали дождик дождик чё все-таки он идет ни хрена себе бычок будет лось олень лану поухарь сейчас так сохранимся так хрен знает что он просаживает так и в первых модов много во вторых это все емби емби ну это вообще не красиво с емби лучше если что у меня стоят решейды кому интересно у меня стоит решейд получается вот фокса я не знаю это как то будет влиять на производительность мне кажется ни хрена не будет это влиять ну типа там игра гладче становится типа еще чего то такого да но игра конечно охеревает от ресурсов так короче в жопу отвлекаться не обращайте внимание это skyrim теперь мы делаем восточное крыло кухни эпоха на все на все морские знаки так чертеж восточное крыло кухни так восточный круг или или пока восточное крыло кухня не библиотеку а кухня сделали подготовили чертеж делаем короче опять сейчас скажу гони давай фундамент вот так полисадь кухня двери что надо 4 петли 4 петли если что за немного тугости тугости в игре и просадки не следите строго потому что блин ему реально тяжело играть ну на запись тяжело я фиг знаю так он играет нормально не с такими глюками потому что я говорю мадов охереть чокнешь сколько вы сами знаете skyrim что это чудо игра которая сегодня может не лагать а завтра может лагать под настроение игра игра с душой так так кухня двери создать фундамент копай камень сейчас наша женщина опять будет добывать камушек да я даже не могу вписаться в поворот пипец волосы растягиваются с такой красивой физикой физика красивая но с такими глюками волосы и все растягивается пипец конечно как желейное может ночью дождаться не это жестко ничего не видать это тоже из-за графики типа темнота опять дождик иди ты в жопу ну ладно он не налагает давай добывай добывай камушек наша сильная женщина не ну физика красивая согласитесь нормальная физика если бы не лагал немножко ну скайрим уже вот как по мне если честно уже скайрим не скайрим без модов это вообще я не могу в него играть я реально сознаюсь я в него не могу играть без модов никак уже не настолько я горячо привык играть с модами что я просто сука не могу без них играть она будет лагать тупить фризить но я буду играть с модами да у меня кстати и все треки стоят из ведьмака третьего так фундамент кухня фундамент каркас пол стропила так стены глина нужна по-любому при глине на основе будешь глину все мы все забрали глину нет есть что-то еще ну давай десятку заберем пофига а мы еще и слитки слитки еще железные есть мы карьерный камень его забрали блин ну это сто это ничего не меняется там вот ничего не меняется кухня стены кухонь крыша подвал кстати строим вообще в последнюю очередь сейчас мы ничего не строим пошлите в дом иначе мы все вон она кстати рай наше вон она не нравится смп физик это кстати смп физик ну давай ты разосрись сука это смп физик она будет как-то реалистично она будет как-то реалистично это смп физик она будет такая прикольная посмотрим нашу кухню потом мы строим северное крыло алхимическая лаборатория вот это сейчас вам я здесь нормально покажу это смп физика все сейчас вот это все начнем с E deter лиид стены моды а с этот видали как газетка читаем грубо говоря офигеть так кухня но вместо кухни у нас кровать получается кровать вся такая фигнюшка кровать игру поместье ваще офигенно но ничего не считается это главный дом все входит эта кухня теперь мы строим алхимическую лабораторию это у нас кухня сейчас мы устроить алхимическую лабораторию так мне было написано вы давно не вознесили молитву благосклонность акатоши 86 и 6 так теперь мы строим так сохранимся на всякий так теперь мы строим северное крыло алхимической лаборатории кстати я не понял вообще смысл в эту в этом доме что как-то про понять превратить дом вестибюль я вот этого не пойму может вы знаете в комментариях напишите что это означает там какой-то дизайн меняет или чё я не знаю я не помню нам от пересделывать алхимическую лабораторию северное крыло чертеж подготовить сейчас приготовим так алхими северное крыло да алхимическая лаборатория добавлено фундамент наш добавлю давайте делать так нам сейчас опять загнут скажут давай двери куда кстати вот она броня типы вот она каблуки и все фигни так что вот так пометка есл так 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 а зараза я уже заблудился может верстаке делаю фундамент дверь алхимическая лаборатория двери чего не хватает 3 замка 6 гвоздей на ваще же гвозди сразу накуем нам надо корон где-то купить фурнитура петель так замок все один замок мы сделали больше нам не хватит замка да нам надо три замка получается нам надо на покупать корунта пошли покупать корунта к лоду пойдем сгоняем загоняем к лоду может у него что есть и сачок следующей серии я могу записать ну по skyrim у следующей серии я могу записать это этот какой-то типа просто подробный обзор этого дома как он чё выглядит просто походить к нему так у сука только на дракон или кто вот продание слитки я свалил и сам ты нафиг мастерю должен иди в жопу иди в жопу сталь хороша что у тебя есть я сейчас смываюсь так железный не нужен вот блин руда коронтовая сука как всегда когда чё-то надо у тебя не у вас ничего нету этих трудовых подавцов только руда зараза если им понадобится греааа дай дракон обои а А чёшник, дракон, а чёшник? Я догоню тебя, падла! Бей, падла! Комбо! Отвечай, комбо! Готов! Надо было вот так вот, типа стелс его мочкануть. Эх, прикольные же виды, да? На Скайрине. Так, куда мне, короче, надо валить? Обратно к этому? Может, а, погоди, может, ещё у кого есть? Может, ещё у какого-нибудь клоуна есть эти слитки? У этих товаров, как они, товар сосновый, эти деревья и сосны, что-то. Сосновые деревья. Может, у этого есть чувака? Склад сосновый, что-то как там, доски или как? Плохо. Неплохо. Так, что-то у меня Скайрим, по-моему, плавно заиграл, да? Я надеюсь, и запись не прервалась? Не, вроде нет. Хорошо, он меня вот так не играл. Ну-ка. У меня всё чётко. Ладно. А тут что-то он разогнался или что? Ну-ка, я очканул, что у меня запись прервалась. Так. Ладно, похрен. Склад из серой сосны. Здорово, Чухан. Рад встрече. Меня, кстати, всегда раздражало. Под печи, брата, я не питаю неприязнек чутокам. Что у тебя есть на продаже? Встречал их достаточно. Побрякушки, всякая-всячина и прочие безделицы. Да, у тебя-то откуда грунтовый слиток? Украдёшь что-нибудь из магазина? А, кстати, с чего он думает, что я у меня что-то стырю? Мне тут всегда было интересно. Просто послать его в жопу. Прошли, говорят, и врут обратно к нашей палке-выручалке. Поэтому. Аура. Вот это вот, например, просто. Это уже не скайримовская надпись. Таких, ну, загрузочный экран. Это все уже, ну, вот это вот скайримовская. Всякие вот эти вот фразы есть у меня, помимо этого, просто на этом моды. Я их перевёл. И они стали вот русские. В переводе модов, кстати, ничего сложного нет. Кому надо, могу садить видос. Но вы на просторах тоже дохрена найдёте. Для чисто для своей аудитории, кто любитель поиграть в Скайрим. А проживи жизнь так, чтобы было что рассказать. Всем похрен. Что у тебя есть на продаже? Клинки, шлемы, практически всё необходимое. О, красавчик, я говорю, ты наш спаситель. Так, пять замков, я думаю, давай возьмём 11 штук. Макарун пипец дорогой. Ну, у меня 80 кусков. Славный. Чё не будет. По сути. На Вайтран напал дракон. Да, бывает баг вот, что в этом фото моде криво как-то вставка вставляется. Иногда нормально, чётко, иногда криво. Непонятно почему. Да, кстати, Скайрим болезнь такая бывает, что когда сейвы не подчищаете, ну, типа много сохраняетесь, там прям много-много. Я вообще делаю специально для съёмок, для YouTube, для видео. Я делаю, например, сохранение ряд-ряд-ряд-ряд делаю. Короче, у меня, не поверьте, на 110 гигов, что ли, вышли сохранение. Я буду в шоке, когда у меня на диск не помещалось. Говорят, ты сдурел? Типа на комп начал вывёживать. На самом деле, смотрю, свойства у меня 100 с лишним гигов, просто вонючих сохранений. Я вообще выпал, когда увидел. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть замков передают, похуй. Надо было и железо подкупить, суток, замков. Двери. Фундамент. Да, брыль нам хватит, по-любому. Каркас. Перекрытие второго. Пол. Второго. Сука. Чё? Три глины. Зараза, пошли копать глины. А, есть у нас глина. Туплю. Туплю, ребятки, у нас глина есть. А, сука, туплю, нет глины. Хе-хе. Тролл, лол. А, ну, давай, копай. Могучая. Стена второго этажа добавляет. Глина вообще быстро добывается. Да, всё, у нас уже есть глина. Хватит. Да, мне, кстати, на всякий мод установлен на всякие времена года. У меня может, скорее, зима везде наступить. Так что, если что, не пугайтесь. Так, стена первого, крыша, купол. Всё, готово. Сэйвить, сразу сэйвимся. Так, сразу. Передомим. Сэйв удаляем. Нет, последнее. Смотреть нашу алхимолабораторию. Получается, теперь нам надо западное крыло спальни. Западное крыло спальни. И после этого превратить его, грубо говоря, в вестибюль. И вот объясните мне, что это означает вестибюль? Я не знаю, не могу понять. Сколько играю в Скайрим, я не понимаю. Я что-то писал там, типа, как-то преобразование. Это как-то преобразовывается. Вид общий, типа, дома. Я фильм, короче. Пойдёмте в нашу алхимическую лабораторию. Посмотрим. Вот она наша. Добавилась. Я говорю, что здесь... Вам говорю, что вот здесь у нас откроется вот эта часть. Вот. И мы, получается, будем вот здесь. Вот наша алхимическая лаборатория. Складываем всё говно сюда. Всё, что вам нужно, не нужно. Я складываю всегда, например, вот в эти... Ну, в ящички вот в эти. Правильно, неправильно, мне пофигу. Главное, что всё говно сюда сложить не нужно. Типа ингредиентов. Всю хрень эту. Всё сложили. Допустим, наверх вы хотите. Давайте наверх. То же самое, по-моему. Ничего не отличается. Просто переделка не ванильная. Ну, типа, дом преобразовывается. Забрались мы наверх. Вот он, наш верх. Вот креслица. Хотите, отдохните. Цветочки посадите. У вас плодородная земляшка. Блин, я говорю, это офигенный вот. Просто офигенный. Хотите сюда, сядьте. Хотите сюда, сядьте. Трон даже. Когда хорошая погодка. Оп. Захотели, посидели. С прикольным мадамой. Оп. Сидите, балдейте. Так скажем. В хорошую погодку. Можно даже, наверное, опереться или нельзя опереться. Да, смотрите. Можем оплокотиться. Оп. Кому не нравится. Ну, я вот так, например, сделаю. Оп. Дожил. Фоторежим. Убрал. Вот так вот. Поставил. Сохранил. Все четко. Кому не нравится. Ой, я, наверное, ее на превьюшку забацаю. Вот так вот. Как построить красивый домик. Ну, блин, как это не красота. Это просто чудо. Это офигенно. Такая красотка. И стоит в таком красивом доме. Кто со мной не согласится? Я не знаю, кто. Ну, как так можно, да? Не согласиться с таким прикольным, с таким домом. По-моему, тут даже не только, да? Хотите здесь облокотитесь. Пофигу. Кстати, тоже отдельно можете. Вот так прикольно тоже будет. Я с этой стороны еще фоткнусь. Оп. Хоп. Хоп. Да, скорее всего, вот эту превьюшку поставлю. Она как-то прикольно выглядит. Так, ну что, теперь мы погнали строить спальню. Западное крыло спальни. Блин, ну, просто офигенно. Тут много чего открытого сразу становится вам. Просто много чего открытого. Получается, западное крыло вот здесь вот прорубим в дверь и будет спальня. Так, строим западное крыло спальни. Там тоже добавится нормально чего. Только строите, если что, строите безошибочно. Потому что, ну, типа, если вы построите как захотите. Потому что я поначалу дом построил, не по инструкции. Я ее просто не увидел. Фиг знает как, конечно. Вот. Построил, и у вас просто все перебагуется. У вас все вот эти вещи будут. Там вещи, не вещи. У вас просто перебагуется друг на дружке будет. Двери. Опять замков не хватает. Железная фурнитура, 6 петель. Получается, две фурнитуры железные надо сделать. Нам, с вами. Получается, три железных фурнитурки сделать надо. Два. Три. С запасом четыре. И двое пяти. Два. Четыре. Так. Спальни-двери. Строим. Спальни-фундамент. Строим. Спальни-каркас. Чего не хватает? Глазди, да? Так вот, смотри. Три. Четыре карьерных камня. Так. Ладно. Камень еще добудем. Глазди. Глазди. Глазди у них это. Так. Делаем, где я сейчас. Карьерный камень. Сейчас, наверное, не разочек копнем. Кстати, обновление тут идет. Обновляется, как-то генерируется. И, бля. Зашибись. Фигачит. Все, карьерный есть. Карьерный камень. Каменьшек есть. Так. А, еще капкас. Ну, давай капкас. Крыша. Стены. Блин, чего он хватает? Пол. Пол. Спереплавление, как пол. Сука, опять карьерных камней не хватает. Прокаженные, как с этими камнями, бля. Пипец, короче. Что, все, все реально. Спальный пол. Все. Построили. И сразу делаем, короче, после чего превратить его в вестибюль. Загадочное наше слово вестибюль. Так. Изменить дизайн дом превратив его в вестибюль. Все. Подвал. Подвал не строить. Как тоже не трогать. Войти в дом в верстаке, в спальне построить и детскую кровать. Все, получается. Вестибюль у нас, по-моему, если я не ошибаюсь. Вестибюль тут ничего не строится. Так что, идем в дом. Смотрим наш спальник. Кстати, давай, знаешь, как сейчас сделаем. Потом покажем. Здесь потом стоило будет вся эта хрень. Получается, вот мы забрались. Вот так вот у нас выглядит спальня наша. Это вот здесь вот там двойники всякие эти. Столики две мерзкие. Посуду сажать можно всякие. Также мы можем вот так вот опереться на перила. Ну, это с моим модом. Это для меня, как бы. Мы с вами можем на перила опереться. Ну, как бы так. А, кстати, вот такую можно превьюшку зафигарить. Ну, я, по-моему, ожидать, что-то было такое, я не помню. Вот. Здесь, получается, мы можем сидеть там. Идем на скамье посидеть. Обалдеть. Грубо говоря. Посидим. Побалдеем. Теперь пошли домой. А, гамак. Еще есть. Я фиг знает, как она ляжет или что. Как на кровать. Я фигня. Да, она как на кровать льла. Как же жалко, что он так льла. Встает вообще непонятно куда. Ну, кофигу, не в этом дело. Заходим теперь в спальню. Нашу часть. Так, у нас получается, прорубилась вот здесь дверь. Проход. Вот здесь прорубился. У меня, кстати, бак интересный такой. Так. Бак. Но он легко исправляемый. Бак на шлифку исправляемый. Все исправится сразу же. Все нормально. Так, вот добавляется новая локация. Вот. Так скажем. Нашу новая комнатка. Вот. Вот такая наша новая комнатка. Вот у нас здесь ванная. Это у нас получается зеркало. Это откроется тоже рейс-меню. Тоже. То есть. Какая есть. Сюда я заходить не буду, потому что сами зайдете, посмотрите. Вот. Здесь у нас, грубо говоря, так вот как-то. Ну, здесь у нас вот. Скамеечка, столик. Все как положено. Сюда вы можете всякие драгоценности скидывать. Получается, вы можете присесть. Посидеть. Погреться. У камина посидеть, погреться. Получается. Можно использовать кресло, можно использовать лечь. Кресло. Сесть, типа она читать будет сидеть. Тоже книжку. Можно использовать лечь. У меня нащупить. А, даже так может. Фига, я не знал. Можно даже так использовать. Я даже не знал, что можно здесь сесть. Получается, на три она. Получается, здесь садится. Почитать, кто хочет. Можно лечь. Она ляжет. Просто будет так. Лежать, балдеть. Зашибись. Ну, это обычная кровать. Выйти можете там наверх. То есть, душевая, ванная. Просто персонаж разденется вообще до гола. Получается, теперь нам что надо сделать? Это надо по два пока не делать. Надо войти в дом на верстаке в спальне. Постройте детскую кровать. Двуспальную и два комора. Получается, заходим в верстак. На, вот, спальню идти. Инструкция. Построй детской кровати. Детская кровати. Детская грудь. Дураки. Почему грудь? Получается, нам надо построить. Мывальник. Детская кровать. Надо еще солому. Как жопу его. Получается, детскую кровать. Надо построить. Нам нужна солома. Которую мы скинули. Как задом чью, что надо все купить. Так, солома. Возьмем одну. По-моему, одна, да? Чуть не поглядел. Так. Получается, нам надо построить что-то. Двуспальную нам надо. Две соломы. Нам надо детскую, да? А какую детскую? В спальне построите детскую кровать. Получается, одну детскую кровать. Разница какая? Первую, вторую. А давай вот эту. А, она у нас получается пропала, да? Двуспальную кровать. Нет, не пропала. В ванну. Двуспальную кровать. Две детскую кровать, двуспальную кровать и два комода. Это, наверное, шкаф получается каких-то. Ну, построим. Давай, получается. Берем солому две. И строим, получается, этот. Да нет, не надо. Оба инструкции. Так, получается, строим двуспальную кровать. Построили. И два комода. Комод, стеллаж. Это какая у нас разница? Я что-то в этом не веду. Сундук, умывальник, шкаф, стенд. Маленькая полочка. Высокий стеллаж. Высокий стеллаж, что ли? Комод, стеллаж. Это одно и то же? Или нет? Просто комода нет. Сундук длинный. Квадратный. Ну, допустим. Высокий стеллаж. Высокий стеллаж. Правильно? Больше ничего не строить. Остальные предметы не трогать. Потом выйдите на улицу и удалите все верстаки. Постройте подвал. Ну, и что? Что получается? Мы построили. Как есть? Вроде как все. Так все и есть вроде. Ну, ладно. Построй. Получается, выходим. Удаляем все верстаки. Но перед этим мы сохранимся. Так, пойдем построить. Удалим все верстаки. Построим подвал. Сейчас делаем. Опять ночь наступает. Наступила ночка. Дождик. Надеюсь, его больше не будет. На подвал нам надо 50 карьерного камня, по-моему, если я не ошибаюсь. На подвал. Потому что, получается, нам надо удалить все верстаки. Убрать все верстаки мы можем только здесь. Получается. В чертежном столе. Так, вестибюль убрать верстак. Главный зал убрать верстак. Кухня убрать верстак. Спальню убрать. Алхимия. Убрать верстак. Все, убрали. Потом, получается, выйти на улицу удалить. Постройте подвал. Чтобы построить подвал, нам надо, по-моему, 50. Да нахрен эта книжка. Не надо мне эту книжку промазывать. Нам надо, получается, подвал. Подвал 50 камней. У нас 3. 47 штук камней нам надо собрать. А ща пускай она быстро сбывается у нас. Бляха. По-братски разлагайся, сука. Ща наколотим. Давай, бей. Наколачушка, дай. Ща все равно быстро. Получается, 4, да? 16. 20, да? 24. 24. 24. 28, получается. 32. Наверное, сбился. 38. Ой, 32, 36. 40. 44, наверное. А сейчас будет 44. С запасом по скафе, говорю, чтобы не возвращаться. Не особо. Все, и думаю, хватит. Плотницкий верстак. Плотницкий верстак. и что что за прикол ничего грузиться не хочет что за прикол был подвал строим так теперь заходим в подвал и создать универстаки манекен для детей для манекена по-моему нужны камни если не ошибаюсь да хрен попадешь на игру он так не фризит когда я играю в одиночку ну без записи в одиночку вот он у меня играет как вот здесь в доме почему-то не лагает, объектов мало и то бывает поддергивается хрен пойдешь хрен поймешь так на верстаке получается на верстаке тоже инструкция строительства основные дети будут тренироваться в подвале, ну значит поддерживается нам поддерживается на манекен для детей манекен для брони манекен под алтари это все не надо строить нам надо манекен для детей получается не манекен, а этот как он называется то детская учебная мишень детская учебная мишень сук солом нужна мышь ничего не трогать манекен для детей не манекен, а детская учебная мишень я не знаю кто так переводил корректно почему все дословно не перевели так же как с комодом тумбочка там ну что у нас в доме а я первый этаж же вам не показывал вот первый где это а подвал это спальня подвала здесь первый этаж я вам походу не показал первый этаж вот у нас бочки склад все есть вот я вам не показал печь все там у нас плита так берем две соломы выходит так берем так строим манекен их детская учебная мишень построили все тренироваться будут они на манекене зашибись вообще говорю видите можно сюда засунуть щит лук авареля засунуть можно что еще по моему секиру из грамора да вот секиру из вутро можно засунуть поставить дать в руки есть всякие у нас артефакты всякую хрень можно навешать броню я говорю можно подробно побегать в следующей серии еще как можно здесь какие у нас вещи верстак кузница да есть ее нельзя можно работать на кого не работать можно получается так все мы построили мишень все четко ну так получается все ну и теперь можно выбраться на улицу и построить остальные загоны животных это все нанять под потом на нем дальнейшем можно нанять управляющего и грубо говоря все наше поместье будет жить процветать получается как-то так что еще и живите балдейте кайфуйте с мадами терпите эту игру да кстати можно рай кстати нашу вот эту рай можно нанять в управлении но это уже потом мы наймем нам надо сейчас построить обделать этот задолбал у меня кстати давно этого бага не было у меня даже баг был кстати в ванильке не факт что это из-за мода получается стоило верстак броника равай загон давай присадник давай стоило давай точильный камень давай половине что надо железка и две соломы опять бежать домой железную фурнитуру надо намутить так нет не ну график вообще радует сборка на графику кстати эту сборку у меня на канале можете посмотреть видео по этой сборке так плавильник пчельник две соломы ну вообще пасек наверное ну а или пчельник не пчельник по-моему пасека называется ладно похоро пойдем споткнулся упал очнулся гипс возьмем две соломы ну собственно в принципе дом построили полностью я не знаю на сколько серии вышло так соломы опять две везде по две две по две так строим в смысле ты дурак но мне оставался пчельник мне пофигу все прикол называется игра меня подкальнуло плавильник построили все построили все можно смело прогуливаться вот получается наш пчельник пчельник наш посмотреть до высоты пчела так дальше идем дальше 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 у нас плавильник хотите плавьте что хотите я понял железку будем фигарить заплавили железный слиток вот вам пожалуйста плодородная земля яблоньки можно яблоки собирать по-моему срывать даже яблоки можно если не ошибаюсь вроде можно было или нет а да да вот взять яблони красный яблок сажайте что хотите вот верстак улучшайте точите точильный камень вам в помощь точите предметы кирку сейчас улучшу на всякий пускай будет у нас быстрее бить это я уж так к слову не знаю какая разница если только в бою да улучшим броньку улучшим броньку улучшим броньку все подняли перк уровня так вот наш конюшня когда то будет здесь лошадь стоять если наймете правителя вот здесь будет загон для животных хлев но это уже у нас полно было дубильный станок как-то так друзья построили мы с вами дом удали а теперь мы забыли удалить верстак из подвала сейчас мы удалим верстак из подвала ну и все дом построен полностью следующей серии мы можем заняться его алхимической так кухне подвал брать верстак все мы убрали верстак так подвале так же создайте все для улицы сад улей и прочее выйти на улицу дали все мы с вами создали наш домик и пойдемте сгоняем на наши любимые местечко где мы будем завершать серию а ну как любимая сейчас вяжем полежим побалдеет наша персонажка побалдеет и так скажем побалдеет полежит ляжем вот здесь лечь вот так вот мы ляжем красиво и будем завершать серию в общем такой вот получился небольшой видео гайд видео мод но это то что ну как бы это все схематично что типа как построить дом скорее все смысл алгоритма то же самое но это мод то есть он называется дом теплый дом поместье озерное каким оно должно быть так называется этот модик наш с вами то есть вы сами видели мод офигенно преобразовывает ваше поместье всякие графические текстурки и все зашибись выглядит много взаимодействия с вещами совсем блин там посидеть еще там камины это реально мод лучше всего чем вот эта вот ванильная хрень реально здесь вы просто строите по инструкции у вас все будет четко вот следующей серии можно обиходить этот домик посадить растения еще что-то покажу вам подробно что как из ну может что можно здесь использовать там что-то закинем не закинем там типа вещи не вещи там как что-нибудь есть желание пишите в комментариях если желание там или вообще можете сам решу снять помимо там прохождения резидентов и всего то что да конечно игра немножко игре тяжелобно было бы все поплавнее ну пофигу думаю не судить строго так все играбельно грубо говоря все играбельно ну как бы ну так вот оно как оно и есть то есть обиходить домик можно там растенец посадить там а нанять управителя барда не барда все будет работать по ванильной схеме ничего особо отличаться не будет вот так что как-то вот так вот там обзор ну обзор как бы этого дома что подробно использовать там что как там я и сам может что-то не знаю ознакомлюсь ну в общем вы фишку как бы так сказать поняли вот ну а пока что ссылка будет под видео на skyrim там новинки всякие может там еще что-то там skyrim моды вот подписывайтесь на канал на youtube канал обязательно комментируйте ставьте лайки комментируйте обязательно какое мнение понравилось мод нет нормальный обзор что еще можно снять по skyrim вы мне подсказываете может что придумаю еще с вами поиграет ну и ссылка на донат при желании будет в описании под видео ну и всем пока-пока и до новых хороших встреч субтитры